Субтитры создавал DimaTorzok В эти дни христиане разных конфессий и динаминаций торжественно отмечают один из главных праздников – Рождество Христово. Помимо торжественных богослужений, во многих церквах и союзах проходят праздничные концерты. И вот на одном из них побывали наши корреспонденты. 25 декабря, в день, когда большинство христиан по всему миру празднуют Рождество Христово, сотни евангельских христиан города Москвы собрались на уже ставшее традиционным особое праздничное мероприятие, которое устраивает для них Всероссийское Содружество Евангельских Христиан. Главная цель большого рождественского концерта, который называется «Классики Рождеству», заключается в том, что мы хотели бы собрать как можно больше верующих людей для того, чтобы в этот день, действительно, в Рождество мы могли все вместе отпраздновать этот замечательный праздник, и это большое такое событие. В концерте принимали участие как хорошо известные в христианском мире исполнители, чей репертуар многие зрители знают практически наизусть. А также новые исполнители, которые были тепло приняты зрителями, так как по своему уровню вполне были достойны делить эту сцену со своими маститыми коллегами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Но рождественский концерт евангельских христиан – это не просто наслаждение великолепной игрой музыкантов и классическим пением известных вокалистов. Это прежде всего собрание верующих. И поэтому сегодня здесь звучала и праздничная проповедь, и весь зал вместе с артистами едиными устами славил Господа в торжественном гимне. Уровень концерта и его актуальность по достоинству оценил даже профессиональный музыкальный продюсер. Я, прежде всего, хочу сказать, что такие концерты просто очень сильно нужны. Не говоря о том, что сейчас просто замечательный праздник Рождества, что для стольких людей, для таких сотен просто людей, это вообще огромный праздник, это радость души. Это повод собраться вместе, общение. Это действительно как вместе собраться, отпраздновать день рождения своего любимого друга Иисуса Христа. Но я как человек, который близок к музыке немножко, хочу сказать, что замечательная организация, чудесная конферансье, люди хорошо вели. Понимаете, постоянно держали людей, что называется, интрига была, и внимание постоянно людей держали. Я считаю, что очень профессиональный концерт, хороший. Конечно, я думаю, что, наверное, сейчас по всей стране кризис, хотелось бы больше немножко декораций побогаче, как говорится. Вот, но если говорить о том, какая задача была организаторам поставлена, что это классики Рождеству, то, мне кажется, она на 100% выполнена, потому что концерт прошел очень выдержанно, все вот, лейтмотив выдержан. И, ну, самое главное, что люди довольны, люди в восторге, я прям вижу, смотрю по лицам. Ну, а сами зрители были хоть и немногословны, но очень искренни в своих оценках. Мне очень понравилась проповедь. Конечно, мне понравилось, как всегда, пение Оксаны Беленькой. Все очень хорошо выступали, и мне все очень понравилось. Сложно выделить кого-то, кто больше понравился. Поэтому здорово. В общем, весь концерт мне понравился. Мне очень понравился концерт, рождественский концерт, праздничный такой концерт, очень много позитивных эмоций. Мне сильно всегда нравятся выступления Виктории Беловой, Оксаны Беленькой, Дмитрия Денисова и других участников. В этом году порадовали очень трубачи. Это было незабываемо и небесно. Евгений Хархарин, Михаил Остриков, студия «Протестант». Специально для телеслужбы благих новостей.